В Йеменском Адене не стихают уличные бои между повстанцами-хуситами и правительственными силами. Пострадал город и от воздушных атак коалиции арабских стран. Мирные жители оказались на грани гуманитарной катастрофы. Многие не могут покинуть город. В больницах не хватает лекарств. «Нам не хватает газа для приготовления пищи, топлива и пшеницы. Также в нашей области не хватает электроэнергии. Мы просим правительства и президента Абдарабу Мансура Хади спасти бедных людей». Хуситы отрицают распространившиеся ранее сообщения о том, что они захватили в Адене правительственные здания. При этом некоторые местные жители решительно настроены не сдавать город повстанцам. «Мы не можем позволить хуситам или Али Абдалес-Алеху играть в игры с жителями Юга. Мы будем сопротивляться, и мы всё перетерпим». Напомню, шиитские боевики и хуситы захватили большую часть территории Йемена в прошлом году, включая столицу Сану. Они обвиняют власть в коррупции. Президент Абдарабу Мансур Хади был вынужден бежать из Йемена в Саудовскую Аравию. Считается, что повстанцев поддерживает Иран, но Тегеран это отрицает. Коалиция арабских стран во главе Саудовской Аравии недавно провела в Йемене месячную воздушную операцию «Буря решимости», направленную против хуситов. Официально она завершилась 21 апреля, но в некоторых районах бомбардировки продолжаются, а бои становятся интенсивней. Несколько тысяч нью-йоркцев вышли на улицы города, чтобы поддержать протестующих в Балтиморе. Напомним, после похорон 25-летнего афроамериканца Фредди Грея там начались массовые демонстрации. Мужчина скончался из-за травмы позвоночника. Предполагается, что он получил её после задержания полиции. Мероприятие в Нью-Йорке, которое началось мирно, завершилось задержаниями. Полицейские взяли под стражу более 60 активистов, которые пытались заблокировать тоннель и некоторые дороги. Это похоже на то, когда людей притесняют, и они находятся словно в скороварке. А когда давление усиливается, она взрывается, и невозможно проконтролировать, куда полетят осколки. Поэтому я сочувствую и понимаю, когда они выходят. Вместо того, чтобы смотреть в корень, мы смотрим на мятеж, хотя важнее всего – это корень. Убили человека, лишили его жизни. Думаю, мы должны обращать внимание на это, а не на защиту зданий или другого имущества». На улице Балтимора также вышли тысячи протестующих, но по сравнению с предыдущими днями демонстрация проходила спокойно. Из-за беспорядков, охвативших город в понедельник и вторник, власти ввели комендантский час, а также призвали на помощь солдат национальной гвардии. Демонстранты требуют наказать всех виновных в гибели афроамериканца. Расследование обстоятельств этого инцидента проводит Министерство юстиции США. При этом прокуратура еще не решила, выдвинет ли обвинение против полицейских. За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, четверо получили ранения. Ситуация остается стабильно напряженной. Противник нарушает режим тишины, использует тяжелое вооружение, 120-мм минометы и 122-мм пушки. На Мариупольскому напрямку восстановились перестрелки в селище Широкине, где противник проявляет наибольшую активность в темную пору дня. На других участках этого сектора обороны вчера было достаточно спокойно. На Донецком напрямку продолжают обстрелы наших позиций в районе Донецкого аэропорта. Наибольшая напряженная ситуация склалася в районе селища Писки. Там незаконные збройные формирования найбільш активно використовывают забороненное озброєння, внаслідок чого наши военнослужащие вимушены открывать огонь в ответ. Неспокойно и в певничных передместях Горлевки, вчера в районе селища Зайцеве, произошло боевое заткнение наших бойцов с диверсийно-розведывательной группой противника. Внаслідок полученного огня сил антитеррористической операции ворог отступил. Британская корпорация BBC снимает документальный фильм об украинском острове Хортица. Короткометражный фильм войдет в цикл «Острова мира». Снимали пейзажи острова и исторические памятники. Больше всего съемочную группу поразил ангар с историческими казацкими кораблями, поднятыми со дна Днепра. Рассказ о них будет центральной темой документального фильма о Хортице. Руководство заповедника надеється, что визит телевизионщиков поможет миллионам человек по всему миру узнать о древнем судохосте в Украине. Мы надеемся, что промоушен цих нахидок и перспективы создания музея и истории судно-плавства силами того же каналу BBC дозволить набагато с большей цикавостью повернутися до цієї темы, потому что насправді очень часто украинцы забывают, что мы не только степовики, мы не только гречкостей и землероби. Мы в значительной мере морская страна, которая имеет многолетнюю историю освоения речек, морев, морских походов, морских битв. И, на жаль, пока что это не стало таким важным аргументом в поединении европейской истории и истории Украины. И вот именно такие нахидки позволяют нам абсолютно по-иншому дивиться на эти события и на эти памятки. После нескольких месяцев монтажа лента появится в эфире. Больше полутысячи парашютистов в течение 80 часов прыгали с одного из самых высоких зданий в мире небоскреба «Принцесс Тауэр» в Дубае. Высота здания 414 метров. На экстремальные прыжки пошли американцы из команды «Дримуокер» и другие спортсмены. Таким образом они реализовали идею прыжка столетия. Субтитры создавал DimaTorzok